Я хочу прочитать отрывок из книги Анатолия Митяева, 6-й неполный. По улицам, засыпанным битым стеклом и камнем, мимо изрытых взрагами скверов, разрушенных домов, мимо сгоревших танков и раздавленных пушек, двинулись вереницы вражеских солдат и офицеров, сдаваться в плен. На площадях они складывали оружие, и очень скоро там образовалось горы кассок, автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов, винтовок. Всего, что час назад грозило смертью нашим бойцам. Фашисты шли, опустив глаза, смотрели в землю. Им было страшно, ведь придется держать ответ за горе, причиненное людям, и было стыдно. Хотели взять Москву, но не взяли, а Берлин сдали. На самом главном здании Берлина, на Рейхстаге, развивалось Красное Знамя. Его в знак нашей победы подняли в разгар жестокого сражения храбрые советские солдаты. Через неделю после взятия Берлина капитулировала вся фашистская Германия. На землю пришел мир. Все страны и народы ликовали. Все славили советскую армию. Посылали привет нашим солдатам и командирам. И природа радовалась. Весеннее солнце осветило светро. Грело тепло. Навстречу свету и теплу из почек на деревьях вылезали прозрачные листочки. Трава зелеными ленточками колыхалась под майским ветром. В небесах летели стаи перелетных птиц. «Смотри», — сказал Букин Бубукину, — «сколько птиц летит. Хорошо, что война кончилась. Самолеты в самую пору освободили небо птицам, и мы не пугаем их выстрелами». С утра 9 мая Букин и Бубукин прихорашивались, побрились, умылись, причесались, почистили комбинезоны, навели глянец на обуви и запаслись баночкой краски и кисточкой. Они готовились пойти к Рейхстагу. Прошел шлух, что все, кто брал Берлин, идут к этому огромному зданию, где прежде заседало правительство фашистов, и пишут на стенах на колоннах свои фамилии, оставляют автографы на добрую память друзьям и в назидание врагам. Говорили, что сам прославленный маршал Георгий Константинович Жуков расписался на Рейхстаге. Действительно, площадь перед Рейхстагом была полна наших солдат и командиров. В разных ее местах играли гармошки, аккордеоны, где плясали, где пели, а стены Рейхстага и колонны были исчерплены различными фамилиями. Надписи все прибавлялись и прибавлялись.